Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня мы начнем строить самолет, который будет работать на сжатом водороде. Точнее он будет работать на топливной ячейке, которая будет вырабатывать небольшое количество электричества, примерно 200 ватт. И на этом электричестве самолет, который будет весить 12-15 килограмм, должен очень долго летать. Это наш совместный проект с Дмитрием. Дима мне уже прислал вот этот вот баллон, который, кстати, заполнен не воздухом, друзья. Вот это чистая дезинформация. Внутри находится водород и водорода здесь вот столько, 300 с лишним бар. Дима прикупил целый большой 40-литровый баллон с водородом, кстати с чистейшим водородом. Но давление там было немножечко поменьше, мягко говоря. Поэтому он взял и закачал сюда, то есть добил до 300 бар обычным аквалангическим компрессором. Тем, которым накачивают воздух в такие баллоны. Можно было бы и больше, как Дима говорит, если немножко зажмурится, но страшно. Мы уже в одном из видео подключали через этот шланг на топливный элемент и вырабатывали 200 ватт электричества. На выходе образуется вода, то есть это будет экологически чистый самолет. Но вы меня должны понять, мне очень захотелось вам показать этот баллончик. Весит он с редуктором 5 килограмм плюс протонно-мембранный топливный элемент. Где-то пол килограмма электроника. Я заложил массу силовой установки 6 килограмм. И соответственно под такой большой вес изначальный надо делать довольно-таки крупный самолет. Баллон внутри имеет металлическую колбу. Далее он обшивается углеродным волокном. Но вот как можете заметить, какое-то оно белесоват. Все дело в том, что снаружи он покрывается стекловолокном. Такая послойность, по всей видимости, сделана для того, чтобы он был равнопрочным. Потому что карбон имеет очень высокую жесткость. И на большой толщине, если начинать его раздавливать, например, расширять, то наружные слои будут иметь гораздо большее натяжение, чем внутрь. Внутренние практически не будут иметь натяжение. Стекловолокно имеет меньшую жесткость и получается может больше растягиваться. Посему баллон получается равнопрочным. Все равномерно растягивается и может выдерживать огромное давление. Кстати, 300 бар для него не предел. 300 бар это вообще-то нормальное давление. Вот они характеристики. Масса 355. Давление рабочее 306 бар. А пробное давление 460 бар. Вот так. Вместимость 6,8 литров. То есть получается 6,8 умножаем на 300 и получаем 2040 литров водорода, который уже заряжен в баллоне. Дима накачал его, конечно, по полной. Самое непонятное для меня это то, что он какой-то весь потрескан. Так как мы топим за безопасность, меня немножко это настораживает. Вот видите, есть расслоение стеклоткани. И здесь она какая-то белесая. И здесь по всей площади. То есть вот это не монолит. Это как бы такие мельчайшие трещинки. Этикетка залита внутри, тоже под слоем стеклоткани и она отслоилась. Видите пятна? А дни так вообще настораживает люто. Ну что-то мне подсказывает, что так и должно быть. То есть оно видимо при первом каком-то пробном давлении все это растрескалось, приняло свою форму и теперь держит нормально. А еще мне что-то подсказывает, что баллон надо будет обложить пенопластом, чтобы при небольших каких-то крашах, падениях он не лопнул, не дай бог. Ну ладно, рассматривать баллон, а то что-то мороз по коже от этих трещин. Давайте уже начинать делать самолет. Пока у меня здесь все собрано, решил измерить все размеры и попытаться разделить его так, чтобы он мог входить в машину, в мой автомобиль. Ну по крылу тут все понятно. Консоли вот эти двухметровые будут делаться отдельно, соединяться карбоновой трубой. А середина будет оставляться, то есть вот этот центроплан. Но здесь есть два варианта. То ли центроплан оставить и крепить его на фюзеляж, вот здесь сверху. Но нужно проверить, если я сразу намертво прикреплю его, смогу ли я его потом грузить в автомобиль и определиться, где разрезать вот эту длиннющую балку. Потому что, опять же, она очень длинная. Хорошо бы ее разрезать где-то подальше, чтобы вот здесь прочность большая была. Но с другой стороны тогда он может не войти вместе с крылом. Вот хочется сейчас все проверить. Может быть вот на этом уровне отрежу балку. Все-таки есть какие-то сомнения по поводу вхождения в машину. Поэтому надо по уму все сделать и уже четко попробовать. Вот так. Все, теперь эта штучка вот сюда. А сверху потом надо будет опять же подпилить все правильно, будет обтекатель. Потащили второй раз. Теперь я верю. Пришла посылка с очень крутыми вещами для самолета. Давайте смотреть. Она, ребята, реально гигантская. И здесь у нас композитные материалы, а именно карбон и стеклоткань. Карбон есть прям нереально крутой. Вот обратите внимание, как выглядит нереально крутой карбон. О боже, друзья, смотрите. Это ювелирный карбон. Он стоит прям совсем негуманных денег. Но мне пришлось его купить, чтобы сэкономить на весе самолета. С помощью этого карбона я смогу уменьшить массу обшивки вдвое. Если сравнивать с обычным плетением, то там клетка раза в два-три больше. Смотрите, какая маленькая. Клеточка 1 на 1 миллиметр. Смотрим, что еще здесь есть. Заказал однонаправленный карбон. Его буду использовать в качестве лонжеронов, прокладывать вдоль крыла. Ну а тот тоненький, в качестве обшивки. Далее, вообще жирный карбон, у него масса 600 грамм на метр квадратный. Стоит в пять раз дешевле, чем тот тоненький. Чтобы тем тонким набрать вот эту толщину, надо 1050 рублей. Ну а вот это я даже не знаю, как назвать, друзья. Вот это мне отдали, так сказать, в подарок. Я со своей стороны тоже сделаю подарок, оставлю ссылку в описании. Приходят товары очень быстро. Ребята, вот еще даже подарки неожиданные делают. Надеюсь, для них тоже будет неожиданно, что я оставил ссылку. Я думаю, кто-то что-то закажет. Там композитные материалы, эпоксидные материалы. Вот, кстати, эпоксидные материалы мне тоже прислали. Я заказывал по их совету. Посмотрим, как она пойдет. Очень интересно. Ну а мы идем дальше. Прежде всего я хочу поэкспериментировать с этим тоненьким карбоном и пощупать его, так сказать, за вымя. Сделаю квадратик. У меня уже копится целая коллекция тестовых образцов. Вот сделаю еще один с этим тоненьким карбоном и попробую заодно эпоксидную. Что она из себя представляет? Потому что я хотел бы именно ей закатывать. Эпоксидная, что у меня имеется, она слишком эластичная, не знаю. Мне нравится больше такая, которая застывает и твердая. Она и на жаре твердая остается. Дрожащими руками вырезал дециметр. Вот так он выглядит. Давайте взвесим его. На самом деле слегка побольше, но не суть. Весит 1,3 грамма. Теперь вырезаю, как всегда, кубик на 10 грамм. Точно взвешиваю по весам и наклеиваем. Посмотрим, сколько будет весить сам композит. Например, обычного карбона. Один слой К200. Получается минус 10 грамм сам пенопласт. 5,1 грамма композит весит. Половина карбон, половина смола. А здесь по идее должно два с половиной весить. И тогда наша обшивка будет в два раза легче. И на самолете можно будет килограмм-полтора сэкономить. Так что на канале уже, как видите, все давным-давно по-научному происходит. Так берем и чуть-чуть срезаем. Мало. Все, 10 грамм ровно. Можно делать композит. Поверхность здесь изначально гладкая. Я ее немного шарошу наждачкой, чтобы она стала пористой. Потому что эпоксидка имеет свойство впитываться внутрь. И нужно это свойство сохранять. Потому что самолеты и всякие модели обычно именно зашкуренные пористые. Самообманом, как говорится, не занимаемся. Здесь 1К-карбон. В каждой нитке 1000 волосинок получается. Да, карбон красивый. На то он и ювелирный. В общем-то, друзья, можно сразу взвесить его. Потому что при полимеризации масса не будет изменяться. Смотрим, сколько будет весить дециметр этого карбона. 3,6 грамма получается. А там у меня 5,1 грамма. То есть эпоксидки довольно-таки много. Я нашуровал сюда. Давайте попробуем ее соскоблить чуть-чуть. Экономия 180 грамм на квадратный метр. Площадь крыла у меня 4 метра. 720 грамм экономия. Плюс все остальное. Стабилизатор, киль я тоже буду в это затягивать. Как я и думал, килограмм может чуть больше. Мы сэкономим. Оделись в лютейшую амуницию. Сегодня день распиловки бальзы. Есть уже такой пакет пиломатериалов. Надо бы сразу всю распилить, всю что есть. Немного затарился, чтобы по 10 раз не ездить. Это должно на пару лет хватить. Вот так вот мы выглядим. Потому что пыль от бальзы очень вредная. Да и вообще древесная пыль. Там вообще начинаешь пылить, уже понимаешь, что она вредная. Начинаешь сразу кашлять, чихать. Короче жесть полная. Изначальные заготовки кривые, поэтому немного торцуем их сначала, а потом распускаем на листики разной толщины. Вот всё готово. Это называется роскошь какая-то. А бочка с пылью уже похоже переполнилась. Сколько литровая бочка? 200? 100 литровая, по-моему. 100? Ну здоровая. Ну вот и всё. Надо чистить. За 2 года не чистую бочку. Я мало пилю. Но вот за 2 года полная бочка. Шок. Можно было это всё дышать этим. Не надо. Только не это. Ну вот так и живём. Местная разборка. Ох уж эта группа в полосатых купальниках. Потихонечку склеиваю трубы с задней хвостовой балки. Всё естественно, друзья, взвешиваю, подписываю. Вот эта 167 грамм весит длинная. Эта будет пристыковываться к ней. Весит 64 грамма. То есть чуть больше 200 грамм стартовая масса. Далее склеил половинки консолей. Прижал алюминиевым листом. Консоли очень длинные. Они двухметровые. Вот так это выглядит на столе. И опять же взвесил их. 365 грамм каждая. Посмотрим, что в итоге у нас получится. Насколько потяжелеет. Так как эта цифра зафиксирована. И можно будет её потом посмотреть видео и проконтролировать. Делаю всё одновременно. Так быстрее. Вот, например, хвостиком занялся. Сделал из бальза вот такой профиль. И теперь буду делать лонжерон на его основе. Потом это всё будет вклеиваться. Хвостик должен быть довольно-таки жесткий. Потому что верхнее расположение стабилизатора. Он и на кручение должен нормально реагировать. И балочка должна быть прочная из-за этого. Думаю, удастся всё создать с должной прочностью. Вот здесь нарезана куча всего. Кстати, стаб должен быть перекладной. По моей задумке, чтобы можно было нормально настроить самолёт. Опять же и угол атаки надо будет подбирать. Но это основные такие настройки самолёта. Любой самолёт полетит, если сделать ему нормальную центровку и нормальные углы атаки всех элементов. Стаб уже вставляется и выглядит это дело собственно вот так. На данный момент будет спереди кронштейн какой-нибудь из карбона, на котором он будет вращаться вверх-вниз. Поэтому вот эту область нужно будет сделать максимально прочную и жесткую. Здесь будет проложено где-то 3-4 слоя карбона. А здесь мы будем фиксировать в задней части нашу настройку. И получается, что стаб будет съёмный. Хотя я изначально думал, может не съёмным делать. С этим видео всё. Кому интересно было, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока. До новых встреч. Ждём следующих видео. Они будут очень интересные и познавательные. Субтитры сделал DimaTorzok